Мы находимся на начале тропы Брэк Нак Рич. Это является одним из самых сложных, серьезных хайкингов на реке Гудзон. И наш маршрут. Мы здесь. Пойдем сначала по красной тропе, потом по синей, почти до озера. Вернемся по красной и по желтой. Впереди 5 часов хайкинга. Ты готов? Я готов. А что тут еще написано? Какие опасности? Змеи, клещи, обвалы камней. А это что такое? Нельзя семечками кормить? Да, да, да. Зря ты нахожу. Вау, как все цивилизованно! У нас будет карта Билли. Мы их фотографировали. У нас есть карта. О, змеи. Давай посмотрим, какие змеи. Вот таких мы видели, да, на прошлом хайкинге, в том году. Все нормально, американцы вышли с поезда, пошли по той тропе, и только мы... Пошли на какую-то конченую просто тропу, красную. Но выглядит... Смотри, заброшки! Выглядит она неплохо. Класси. Заброшки. Пошли. Это хорошо. И клещи. И клещи. С болезнью лайма. И змеи. Ну, симпатично, да, кстати? Тут вообще так выложено, как будто мы в заповеднике. А сейчас все закончится. Ну, вот ручеек, допустим, да, можно, смотри, умыться, охладиться. Класс. Посидеть. Рыбки плавают. Нашел гриб. Говорю, давай возьмем. Наташа говорит, тебе не надо. А выглядит прям хороший такой грибок. Может, возьмем на определителе, посмотрим? Да. Нет. Я еще не готова умирать. Поэтому ты идешь по красной тропе. Наташа, а эти грибы можно есть? Нет, это поганки. Ну что, мы идем сейчас на заброшку, которая горела? Да. А вот, смотри, какой фундамент. Слушай, тут и тут. Пошли на оба. Пошли на оба. Типа, по-любому тут гадюка будет. Типа, по-любому тут гадюка будет. Да. Типа, по-любому тут гадюка будет. Типа, по-любому тут гадюка будет. Ага, страшно. Все, я в домике, Наташа. Ты нечего бояться теперь. И что, какого года этот дом? Там же было написано, что ты не присчитал? Я не успел, я грибы вискал. 1600 что-то там написано. А я смотри, почему валун такие стенки перчисли. Смотри, они не смогли его убрать и сделали дом с камнем. Иди, дом с камнем прям был. А это вокруг камня. Офигеть. Тебя как, за палку вытаскивать? Ёптам. Чуть не уронила тебя. Фу. И себя, похоже. Вот какой был этот дом. И осталась только кладка кирпичная. Вот эта вот каменная. Вот это все сгорело. Вот трубы торчат. Вот они. Мы сейчас вот в подвале. Тут такое подкаминное помещение. Во-во, старые эти кирпичи с надписями. Канализация. Прям в гудзон все, походу, сливалось. Без очистки. Такие большие трубы. Панорамные окна. Здесь, наверное, ливинг-рум был. Там спальня, кухня. Да, вот здесь чисто вот. Все такое каминное, красивое. Здесь жил алмазный меценат. В 1910 году было построено это здание. И в 1958 уже сгорело. А ничего не осталось. Только вот одна дощечка горела. Наташ, что ты делаешь? Ты слепая, что ли? А что ты делала? Я пипец боюсь змей. Я боюсь, что я не под листвой. Я наступлю на нее. Такие большие владения были у этого человека. Дороги, водопады он себе сделал здесь. В общем, красиво все. Я уже устал тут ходить. Все, сейчас отправляемся уже на Красную Тропу. И все, и в дикие места, в горы. Как дела, Антош? Что? Там змея. Я бы ее не заметила. Она ползет. Не подходи близко, пожалуйста. Да она не кинется. Не подходи. Давай палкой ее. Вдруг у нее тут домик. Давай ее палкой пожахай. Нет, не трогай ее, пожалуйста. Первое правило, не трогать змею. А второе? О, блин, ухти его. Это гремучка. Это гремучка. Гремучка. Гремучая змея. Ты свое лицо сними. А ты ходишь тут по этим листьям. Вот пошел бы ты туда по листьям. Так я всегда по ноге смотрю. Как ты под листики посмотришь? Все, ее не видно. А вот когда ты будешь тыкать вот так вот-вот. Не тыкай, не тыкай. Не тыкай в нее. Ты что, доболупый? Слава. И что, вот потыкал. И что, что-то изменилось? Смотри. Пошли, быстро, быстро, быстро. Не пойду. И ты первая. Что ты меня вперед толкаешь? Я бы ее не заметила. Иди ты первая. Я бы ее не заметила. Теперь следующая твоя змея. Нифига ты отпрыгнул вообще? Я как этот, мангуст, блядь, вот так. Рас! Реки-траквец подлетел. Реки-траквец подлетел. Реки-траквец подлетел. Вверх и назад. Да ладно, я первый пойду. Куда ты? Отходи. Ты будешь плестись три дня с елите. Сыроега, смотри, американская сыроежка, еда. Твою мать, я думала, опять в семье. Что же я говорю? Она прям по своей дороге валялась. Валялась. Блядь! Опять! Ёп, твою мать, я не пойду туда, пошли обратно в синий. Пошли, черная. Ёп, ты не обманываешь? Да. Блин, вообще, я сейчас испугалась сильнее, чем в прошлый раз. А, потому что ты уже знаешь, чего бояться. В общем, если... В общем и целом. Если тебя укусила змея? В общем и целом. Нужно съесть ножку под язык две-три таблетки сразу. Потому что ножма снимает... Что там она, спазмы? Угу. И она снимет вот эти последствия. Короче, когда тебя кусает змея, яд попадает в организм, то организм думает, что ты как будто отравился, и тебя начинает рвать, и так далее. И вот это... И спазмы начинаются, и ножпа это убирает. То есть вот эти симптомы, да? Рвоту, судороги, короче, ножпа... Ножпа наш друг. Да. И у нас ее нет. И у нас ее нет. Ясно. А я зимой все смотрел на... Короче, есть такие здесь ампулы, продают специальные противоядия. Ну и ботинки, конечно, нужны такие, чтобы она не прожахала их. Вот как походные, нормальные, да? У меня вот тряпочные. Пожалуйста. Что ты, как ты первая оказалась? Вот маленькая змея. Когда мы купим уже тре ботинки? Сегодня пойдем в Зару и купим ботинки. Я думал, сказал еб... Там змея, она говорит. Не рыбай. Что с тобой? Там, блядь, улей. Кто? Улей. Какой? Ос. Где? Там. Пойдем посмотрим. Давай на палку GoPro привяжем и снимем. Давайте не будем летать! Воня, воня. Ооооо, их столько много там. Наташа! Хакерша моя. Как дела? Тикаем. Нравится поход? Нет. Тикаем. Все, свои корни украинские вспомнила? Гены. А? Ты же из Донбасса. Настоятельно экстрим. А на Донбассе говорят, тикают или нет? Ну, ты же там мову слышала украинскую? Ну, да. Ну, я, наверное, не слышу. Не помню, я была маленькая. Маленькая моя. Вот смотри, червь какой. Я только запомнила, что все галкают. И шокают. Шокают. Да, галка. А шо там? Бандеру видела? Нет. А националистов? А нацистов? Не видела. Азовстов видела? Агиркина, Стрелкова, видела? Нет. А шо ты там видела? Баба. Баба, шумица. Какие-то коробочки на деревьях. Я не пойму, это камера или какой-то датчик движения, что ли? Или барометр, шо это такое? Ничего не подписано, ничего не понятно. Вот сколько гусениц, смотри. Такие жирные. Сейчас сезон. О, тут параллельно, смотри, тропа какая-то. Белая. Ой, они там так легко идут. Шо это за изи-пизи? Белая тропка. Не, вот тут она и шире, да? Да, вот знак белый. Метка, маркер. Здесь уже, да, здесь уже можно булочки подрасслабить, я считаю. Тем более за людьми, если идти, нормально. У-у-у! Ты визишь, всех распугала. так кричит от всего змею видит кричит ос увидит кричит на гору залезть все эмоции это хорошо да когда человек не эмоциональный вообще непонятно что в голове в него вот станция вот мосток потом вот так шли по дороге и ребята уже непосредственно попозрил сюда верно вот этот пик потом прошли вот так вот так и сейчас лезут сюда а мы прошли дальше по низине прошли и об положбинки суда залезть вот такая здесь очень красота все в дыму опять канада горит обзоры конечно немного закрыты поезд едет еще один там вот на острове тоже замок находится туда не не моста нет ничего надо брать лодку на лодке туда переправляться старый заброшенный тоже разрушенный замок юные блогеры подписывайтесь девочка заблудилась а мы сейчас ползаем по скалам я вот нашел кое-что не то чтобы там как думаешь клещи нет деньги нет гильзы от пули нет нет украшений ближе бусинка медальончик нет это не как бы украшение ну что здесь можно потерять как думаешь сдаешься надежду на будущее так что ты не от маникюра наташ когда мы будем кушать муравьев поем где они а вот и сколько и друзья спасите меня пожалуйста уже пять часов идем она не разрешает мне есть еще идти еще часа четыре наверно я больше не могу сейчас она пошла в туалет я пока что записываю вам это видео все кажись идет прощаемся ты чё ты чё сделала короче она через змею перешагнула просто блять послал девку вперед вон смотрите черная какая мразь двухметровая лежит она здоровая это цена двухметровая ты здесь не видишь а куда ты смотришь идешь а я увидела уже когда ногу переносила то есть уже сдалека видно этот хвост черный торчит ничем не спутать не перепутать я понял что ты не видел ну как зашевелилась медленно-медленно а я вот так уверенно иду прям шаг в шаг и она когда перешагнула она уже увидела ее и начала орать то есть а я вот моя короче нога а вот она лежит то есть да я за тобой шаг в шаг иду вот она а вот моя нога вот она а вот моя нога я блять отпрыгнул туда на два метра вперед и то я даже не знаю кто из нас первый ее увидел я да мне кажется может уже я а ты бы так и прошла бы нет я иду и пытаюсь увидеть ну ту которую мы видели пола пятнистую похожую и вот это вообще не ожидала черная реально можно было издалека увидеть а я иду и смотрю себе прямо под ноги ровно не вперед на дорожку а прямо под ноги а сняка полтан а тут к пикча и это was not interested in fighting anyone я и силой я я сила здесь пистолет пистолет кролинг даже все всех пугает змеями обычно тут ребята находятся которые ремонтируют тропу строят ее да 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 я еще специально немного по-русски стала гореть типа на камеру нужно и будет проще да 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 она сказала что она вообще не боится она видела тут кучу змей ну 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 она сказала что змеи просто себе мирно куда-то полгут их вообще люди не интересуют и вообще один раз ребята типа мимо тут шли видели спящего медведя мимо прошли он так и спал я когда увидел эти каски думаю ну знаешь вот эти вот как в нью-йорке рабочие такие какие-то мужики такие как бы так не оскорбить то никого а да 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 такие девчоночка такую молоденькую парнишку любые продолговатые предметы я говорю точно такой же штампа стоял лагерь у них штуки с инструментами совсем-совсем ну аптечка озере змеи но если меня если укусит бежим к ним где . вот это вот смотри да мы на этой локации обошли все тропы остались только одна я группа ехали домой это же говорит нет давай горит ее еще пройдем как дела я больше не могу мы уже поднялись на эту гору потом спустились а теперь мы опять на нее поднимаемся потому что мы долбануты не а я говорил пошли там огонь не от ищу я сюда еще поеду что ли больше не поеду но все пройти давай давай алексей все полтора часика такие люди ходят все довольны на раскойфоне свеженькие смотрите какие люди не задыханные не мокрые болтают разговаривают красный на нас посмотреть я не знаю куда это будет Хух, хух, фух, фух, фух Фу, фух Ебой знаете что меня парит больше всего это то что у меня осталось вот столько воды а идти еще полтора часа остается только плавить свой собственный жир на воду вот так вот ребята себя думайте головой но ошибка хочется поэтому Наташа сейчас все у меня поймет как дела Наташ еще на гору надо залезть потом спуститься потом еще раз залезть но мы уже практически да Наташа пару слов для подписчиков мы опять вас даваем в писец куда? домой через 2 минуты поезд приедет а следующий через час а как тебе прогулочка-то вообще как хайкин? после 8 часов хайкин я только побегать не хватало ага что хочешь передать подписчикам? не будьте такими б**тами как мы ходите как написано блин а как написано? написано здесь идите идите там и надо ты я вижу 我觉得 я как это Продолжение следует...